Значение Быкова. Прокомментируйте, пожалуйста. Это главная новость. Всем не терпится знать в вашем мнении. Насчет чего еще раз? Насчет Вячеслава Быкова. Поздравляю с работой. Очень жду с ним, конечно, работать. Один раз мы уже в ЦСКА, когда я только-только первый раз первой команды тренировался. Вместе один сбор провели. И впечатления хорошие остались. Поэтому жду начала. Но вы в ЦСКА не остались. Как раз и за Быкова, мне кажется. За Хартом. Почему? Потому что я играл еще за второй команды. Я не попадал в первый. Поэтому наоборот. Сейчас вы смотрите серию Локомотив с Альбом. Чего не хватило сказать? Вы додушивали их. 6-1. Я думаю, это немножко стабильной игрой. Потенциал бы большой. Но мы просто не могли на этот высокий уровень выходить. Когда мы играли как команда, там у нас все хорошо получалось и мы выиграли. А когда мы немножко сбывали темп, тогда уже научили и матч становились. Хочу сказать, что второй матч был решающим, когда вы пустили победу. Ну да, это, я думаю, очень был, конечно, ключевой фактор в этой серии. Потому что я в два гола, там, сколько-то, 10 минут остался. Надо уже выиграть эти игры. Мы как раз это пустили и, может быть, дали Локомотиву как раз в этот момент поверить, что они могут нас введить. СКА очень суровый клуб. Уоля вообще сразу всех. Включая один менеджер. Насколько это даёт на игроков, что право на ошибки, может, нет еще что-то. И, может быть, вы ждёте то, что перемены будут глобальными, радикальными просто. Ну да, всё это, всё, подживём, увидим, что будет. Может, даже не только менеджеры, игроки тоже могут. То есть, это никто не знает. Но сейчас главное, конечно, подготовиться и кладаться все сто. Витя, насколько дали он неудачу на Олимпиаде? Сложилось впечатление, что так и не порешили себя в половину. Ну, не знаю, я бы сказал, что прямо ключевой фактор. Но эмоции многое потерялись. Как-то, знаешь, такие качели. Они вроде всё как-то... Эмоции наверх, потом эмоции вниз, потом плей-офф эмоций наверх. Как-то, знаешь, может, перегрели, не знаю, перегорели. Вы были готовы Фину забить? У нас мало игрового времени было. Всё минутками. С удовольствием разогреться там. Вы с удовольствием ходите в игру сразу? Ну, не знаю. Мне всегда после каждого периода с коллегой готовиться. Я всегда разминался, был готов. Поэтому искал, чтобы было число. Чему сказать, жалко не предели. Ковальчук играл на Олимпиаде, получил травму тяжелую. С ней играл плей-офф. Вместо того, чтобы лечиться, ты можешь искать подвиг какой-то с той стороны? Ну, конечно. Если вы видели, как у него колено раздулось после первой травмы, я думаю, что он уже сезон закончил. Нет, но он, я не знаю, из каких там сил или там чего, но он взял сразу на следующий день, встал на лед и продолжил до конца весь сезон. Так что, молодец. Надеюсь, что, если у меня тоже тогда случится, у меня хватит только уже мышцы, чтобы остаться. А вы в команде знали точно, да, что у него травма? И как ты стараешься, может, поберечь его там где-то в прикрытии? Ну да, мы все знали, но если посмотреть на него, он уже бегал, там, бил всех. Он прием, в следующий стадию, он бил всех подряд. Ну да, поэтому я говорю, что даже незаметно, что у него травма была. Ну да, у нас, как раз, распустили до того, как всем новость обвели, но до этого у нас было маленькое собрание, то есть он пожелал всех, кто в сборную едет удачи, и немножко с ним поговорили там, но атака после вольнящей, ничего не скажем. Виктор, вопрос такой еще один. Вы дебютировали на крупных турнирах, на официальных с Олимпиадой, вообще редкий случай, с турнира Dream Team. Теперь дебют на чемпионате мира в Луниске, и это, как бы, салон после сена. Да нет, у меня сейчас стоит задача номер один, конечно, попасть в этот состав, в эту команду. Тем более сейчас все поменялось, тут ничего никому не гарантирую, надо все доказывать, а заново, я думаю, это только лучшее, мотивация как раз этому будет.